всем привет ну вот наконец-то мы и сходили в первый раз посмотреть дом находясь в городе тольятти не в этом ролике я вам расскажу о том как прошел наш поход что мы там увидели и что нас ожидало за миллион девятьсот тысяч рублей дом был на самом деле в принципе достаточно простой старой постройки но он в целом был добротный хорошо внешне выкрашена штукатуре внутри стенки ровная штыкотворенная в общем сейчас вы все увидите видео что тянуть резину также еще будут фотографии мои комментарии по поводу того что мы там видели поехали на фото видно дом спереди из вход справа который вот как раз таки был на фотографии 2 это не продать ему квартиру как у нас хотят купить дом а квартиру у них не продаются тяжело вот сейчас продать а вы хотите покупить себе что-то что-то взамен я был немолодые груши чижевского смородина клубника это просто поделали здравствуйте вот сад большой вот все новые вот у нас венаград какой он смотрите вот это вот свежий мы посадили вот возле он был написано из бревна правильно правильно прочитал дома за бревна до из тёса из тёса какого раньше бревна кололи можете посмотреть вниз залезли тяжело на него с ней как и бревна там мы-то старые люди я туда боюсь лечь а вот с какого года дом то 64 64 его тоже просто отцом он а как говорили фирма щекотворить как раз обоих сторон да он еще сто лет будет стоять вот вам мало места на новом посадили взять клубнику рассаживают яблони груши слива винограда много а вы что-то хотите себе взамен взять или как вот здесь можете пристроить вы уже хотели вот и вы решили в квартире жить но у вас просто же вариант стоит либо двушку покупать ну так вот мы тоже думаем либо дом покупать или вот квартиру купить за 1300 и сломали это не ремонтантная обычно летняя ремонтант на это который два раза в год цветет она осенью она ремонтантная какая-то из питомника привозили ребята а это у вас чё здесь кольцо а это сила с тут вот как он это компостная яма компост для конца здесь да вот здесь вот обреклоты и здесь тоже малина вот здесь вот эта же сортовая здесь я оставил несколько кустов и тут уже огурцы он посадил новые а здесь помидор свалил в кучу он тряпками накрыла вот этот участок тоже помидор было и вот горчица накидал уже и вот горчица она была мы уже водили тут навоз все есть у нас навоз вон там он был еще там полу это вот полу камаз вот пойдем вот смотрите кто какой в общем все эти полосы дал варку а это просто скелет у нас мы накрываем его каждый год тканью это здесь огурцы для огурцов именно если это вот у нас родственники Федоровки есть так они тоже на улице выращивать там ну не накрывают правда ничем вот здесь вот абрикосы я писала три новых боярышни смородины ручонник вот так а это получается вот эта баня у вас бани вон там заход у нас вот эта баня я как раз ее топлю пойдемте в баню мы сегодня поедем конечно за куточек мы хотели все сломать а некоторые люди приходят смотрят не ломайте вдруг кто-то возьмет да что-то подделают здесь и будет нормально клетка для цыплят это что цыплят там вон сарай есть для цыплят здесь вот яма такая с бани течет ну здесь песок тут все уходит ну здесь вот 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 и погреб бетонный сколько он квадратов фонарик это я закрываю вот погребка тоже и спал а вы что держали что ли раньше а вы сколько лет уже здесь пользуетесь 23 33 просто было написано было просто написано что собственности более пяти лет 3 года 3 года так вот это туалет летний туда конечно не пойдем он чистый туалет заходите вот здесь топится топится потому что дровами и дыма поэтому не видать деревянская баня дальше у нас были жаркие споры по поводу стоимости самого объекта стоит ли жизненно заражается оно или нет в общем это вид кухни ванной слева это помещение где они готовят и тут же котел стоит нагревательный все достаточно старое но и поношенное нужно делать будет ремонт под себя но в целом стенки ровные потолок белый нормальный пол вроде как не скрипит только в кухне как будто бы немножко покосился в сторону помещения где готовить а еще главный косяк у них оказался человек который является опекаемым и ему типа как бы нужно будет свою жилплощадь и это самый наверное главный минус который нас останавливает еще один из жирных минусов это то что там нет ни проводного никакого интернета только если делать мобильный мобильному пока не уверены а нам он для работы очень нужен поэтому пока что мы в раздумьях стоит ли брать этот дом помещение я стрелазил нижнее там оказалось ну все более менее нормально всем кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал будем думать сейчас стоит ли покупать этот дом уже выяснили что туда не провести к сожалению интернет но в общем для работы нам он требуется пока что мы в сомнениях как то так пока пока